Итак, друзья, всем еще раз привет. Меня зовут Александр Лукьянов. Сегодня я спикер нашего вебинара для партнеров компании. И вкратце расскажу о себе, кто меня не знает. Я прошел путь от менеджера по продажам до топ-менеджера федеральной крупной большой лизинговой компании. И задумался о своем бизнесе. Четыре года назад, выбирая из вариантов, я выбрал бизнес UDS, приобрел франшизу VIP и стал партнером международной IT-компании. В течение полугода я совмещал свой бизнес с наймом и через полгода полностью ушел. И вот уже три с половиной года занимаюсь основной направлением бизнеса – это UDS. Параллельно у нас с супругой есть консалтинговая компания, которая занимается внедрением продукта UDS. Мы участвуем в проекте «Дежурный внедренец». Для партнерской сети мы организовали систему обучения UDS Club. И так как мы сами с моей супругой являемся родителями двух очаровательных детей, мы сделаем паспорта иностранные. Один чилийский, другой мексиканский. И мы профессионально занимаемся, это еще один из наших бизнесов, мы профессионально занимаемся родами за рубежом. На ваших слайдах сейчас вы видите мой инстаграм, поэтому обязательно подпишитесь на него. Там масса информации как про наш основной бизнес, про бизнес-партнерство с UDS, так и про другие направления бизнеса, которые мы развиваем. Это интересно, и там можно проследить всю историю за 4 года нашего партнерства с компанией Global Select Service. Сегодня моя задача. У меня сегодня очень интересная тема, и мы решили в каждый понедельник делать вот такой онлайн-вебинар, открытый от топ-лидера компании. То есть те, кто входит в топ-15 чеков компании, будут давать базовые темы, как строить наш бизнес. Почему мы так решили сделать? Потому что на самом деле наш бизнес, несмотря на то, что это IT-продукт, несмотря на то, что это мобильное приложение, наш бизнес на самом деле очень простой. И наша задача – донести простоту этого бизнеса, дать понимание о том, как этот бизнес делать легко и просто, и как в максимально кратчайшие сроки добиваться высоких результатов. А для этого надо научиться, всего лишь надо научиться делать правильно несколько базовых вещей. То есть в нашем бизнесе есть 4 основных шага – список, звонок, встреча, трешка, закрытие сделки. То есть вот то, чему надо точно научиться каждому. И мы решили каждый понедельник в 9 утра раскрывать эту тему именно глазами топ-лидера. И сегодня я взял тему список, потому что эта тема для меня очень близка. Потому что правильное составление списка, грамотное составление списка позволило мне, в том числе за 3,5, по сути, за 4 года партнерства с UDS, построить команду 1400 человек на текущий момент. Суммарный чек у нас более 500 тысяч долларов в этом бизнесе с супругой на нескольких аккаунтах. У нас несколько аккаунтов, естественно. И поэтому это тема, которая реально позволяет заработать много денег. Соответственно, и сегодня наш вебинар будет состоять из двух частей. В первой части нашего вебинара я расскажу теорию. То есть, почему и как надо делать список, как правильно его делать, фишки, ошибки основные. А во второй части я, первое, поделюсь реальными историями из своего бизнеса, как правильное составление списка позволило мне сделать вот такой вот высокий результат. Да, и отвечу на ваши вопросы, на ваши практические вопросы по данной теме. Поэтому, кому откликается зарабатывать, например, за три с половиной года заработать 500 тысяч долларов, там можно пересчитать, кому удобно, и на деревянные деньги. Соответственно, поставьте, пожалуйста, плюс в чат, и мы с вами начнем. Ага, отлично. Супер. Все, вижу, что у нас сегодня представители из многих стран. То есть, я вижу Россию, я вижу, мне кажется, это Азербайджан, да, флаг Азербайджана. Украина, Украина. Беларусь, вижу. Да, у нас Казахстан, вижу. Германию, вижу. Отлично. Окей, у нас сегодня интернационал, как всегда, международный бизнес, все как положено. Окей, друзья. Итак, давайте сначала, прежде чем перейти к теме список, ответим. Да, ребята, смотрите, давайте не отвлекаться. Связь стабильная, хорошая. Если у вас что-то не получается, просто перезайдите, перезагрузите. Итак, первый вопрос по списку. Зачем? Зачем нужно делать список? Зачем мы проговариваем это? Зачем мы на эту тему устраиваем отдельный вебинар? Зачем? Во имя чего? Да, и давайте я расскажу свое мнение на этот счет, потому что команда большая, и иногда бывает такое, что приходится преодолевать возражения партнеров, вроде бы взрослых, осознанных людей, что да ладно, зачем нужен этот список? Давайте я расскажу свое мнение, почему я считаю, что это нужно, необходимо, почему его надо делать качественно и правильно. Итак, мы с вами сотрудничаем с партнерской программой, которая работает по принципу MLM, многоуровневый маркетинг. И есть компания Global Insleeve Service, которая производит продукт, но компания продукт сам не продает. Вот продуктом занимаются партнеры компании, у которых есть несколько возможностей для заработка, да, то есть можно вручную продавать, самостоятельно продавать лицензии UDS, можно их внедрять, а можно строить партнерскую сеть, которая будет и продавать, и внедрять, и дальше строить партнерскую сеть. И задумайтесь над простым вопросом. Например, состояние ли вы одни продать 10 тысяч лицензий? 10 тысяч лицензий, например. То есть если, давайте просто посчитаем, да, на рынке 4 миллиона предпринимателей только в России, я только российский рынок сейчас считаю, 10% из них это наши потенциальные клиенты, консервативно беру, да, то есть 400 тысяч предпринимателей потенциально могут купить наш продукт. Скорее всего, они это сделают вопрос времени. И вот можешь ли ты 400 тысяч лицензий продать сам или хотя бы 10 тысяч лицензий продать сам? Скорее всего, мало, ну, мало это вероятно, да. Что тебе нужно сделать, чтобы иметь 100 человек, например, да, которые продадут по, получается, по сколько, по 4 тысячи лицензий? То есть представляете, какая гигантская должна быть проделана работа для того, чтобы найти 100 суперпрофессиональных людей, которые продадут по 4 тысячи лицензий. Колоссальная работа. И вопрос номер два. А может быть сделать так, чтобы у тебя было большое количество партнеров в твоей партнерской сети, где каждый продает хотя бы по одной лицензии в месяц, да, хотя бы за год по 12 лицензий? Соответственно, что проще? Гораздо проще построить большую команду, состоящую из большого количества людей, которые, работая по единой, простой, понятной технологии, делают небольшое количество продаж, но регулярно. Почему небольшое количество продаж? Потому что для того, чтобы продать 10 тысяч лицензий, нужно заморочиться про маркетинг, нужно вкладывать огромное количество денег в генерацию какого-то трафика, нужно обрабатывать эти заявки, а время ограничено и так далее, и так далее. Скорее всего, это большие отделы продаж создавать. Гораздо проще научить большое количество людей простой технологии, чтобы они по чуть-чуть продавали, и в результате получался у тебя, как у создателя этой большой партнерской сети, большой результат. Вот это гораздо проще сделать. И поэтому в нашем бизнесе простота – это залог успеха. Чем проще систему ты создаешь, тем лучше и проще тебя скопировать и дальше передать глубину вот эти знания. То есть если мы говорим про бизнес, то это всегда дробление на простые, понятные действия, на специализацию. И поэтому список, почему список делать важно? Список – это простая система, как за один день, пожалуйста, зафиксируйте этот слайд себе, потому что список – это простая система, как за один день найти новому партнеру в себе сделки на продукты, на партнерство. Кто эту идею уловил, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, чтобы мы с вами были в двухстороннем коннекте. То есть, еще раз, список – это простая система. Не каждый сможет настроить рекламу в Яндексе или настроить рекламу в Инстаграм. Не каждый, далеко не каждый. Далеко не каждый является суперпрофессиональным продавцом, у которого огромная клиентская база предпринимателей с контактами, с ЛПРами. Не каждый может преодолевать какие-то возражения стражей, делать холодные звонки и так далее. Абсолютно не каждый. Но абсолютно каждый человек в состоянии взять свою телефонную книжку, переписать оттуда контакты и, связавшись с этими людьми, делать по одной сделке в месяц. Согласитесь, это простая система. И тебе не нужно больших трудов для того, чтобы научить нового партнера в твоей партнерской сети делать то же самое, что и ты. Ты говоришь, смотри, я взял ручку, взял бумагу или Excel, например, и написал всех, кого я знаю. И там есть предприниматели, которые являются клиентами на наш продукт номер один – это лицензия UDS. И там же есть непредприниматели, которые являются клиентами на продукт номер два – это наш партнерский пакет. Дальше я всем им дал информацию. И вот я на своем примере тоже расскажу мою статистику, как у меня это получилось. И вот получился результат, вот получился большой бизнес, абонентских плат, где каждый делает по чуть-чуть, а в результате получается хороший, стабильный доход организатору сети. И вот как раз список – это та система, благодаря которой ты как куратор, а рано или поздно ты будешь куратором, когда у тебя появится команда, ты сможешь научить этому свою команду. И это гораздо проще, гораздо проще, чем создавать какие-то большие замороченные системы для генерации трафика, для генерации больших объемов продаж вручную. Вот поэтому это ответ на вопрос, а зачем нужен список. Это простая система, которую может повторить каждый и научить другого человека тоже этой системе может каждый. Взять телефонную книжку, переписать оттуда контакты, поставить город и запланировать дату звонка. Так, следующий слайд. Скажите мне, друзья мои, понятно ли, почему нужно иметь список? Если понятно, напишите один инсайт вот с этой короткой части моего выступления, зачем нужно писать список в наш чат, чтобы мы с вами были на коннекте. Зачем нужен список? Первый шаг нашего бизнеса. Вкратце, один инсайт от ответа на вопрос, зачем нужен список. Так, список это просто, простой способ заработать, простая дублицируемая система построения бизнеса. Список это простейший инструмент, доступный каждому. Отлично. Список равно чек, чтобы найти клиентов и партнеров, чтобы он никогда не заканчивался. Для запуска бизнеса перебора. Великолепно, друзья. Спасибо вам огромное. Вижу, что этот вопрос мы с вами разобрали, усвоили. И теперь мы переходим к следующим вопросам. Вот, легко и быстро найти клиента и партнера, чтобы никого не забыть. Отлично. Теперь мы переходим ко второй части. Это, вот смотрите, у любого действия, любое действие можно выполнять по-разному. Так же, как и, например, в спортзале можно выполнять упражнения. Вы наверняка видели в спортзале, кто ходит в спортзал, людей, которые туда приходят, по-моему, вообще не для того, чтобы качаться. Там и упражнения, то есть вроде вот два человека, один делает упражнение правильно, а другой как получится. Вот. И результаты у одного правильные, а у другого как получится. Вот со списком то же самое. Можно отнестись к этому вопросу формально. Ну, потому что что-то там сказали написать, я и написал, да. И результат будет такой же. А можно отнестись к этому вопросу правильно, качественно и составить список так, чтобы это был действительно твой инструмент в продажах, в продажах. Итак, давайте еще раз определимся, что же такое список. Список – это наша с вами база потенциальных клиентов, партнеров и дальше агентов и рекомендодателей. И для того, чтобы понять, кто должен быть в этом списке, надо понять, а кто может быть нашим клиентом? Нашим клиентом может быть любой предприниматель любого бизнеса, да. Партнером кто может быть? Партнером у нас может быть абсолютно любой человек, неважно от того, чем он занимается. Потому что абсолютно любой человек рано или поздно задумывается над тем, чтобы сделать свой бизнес. Быть может быть не сегодня, но завтра или через три года или через пять лет он задумывается над этим, так или иначе, да. Опять же, любой человек, если этот человек даже не готов быть ни клиентом, ни партнером, он может быть нашим агентом. Он может быть нам давать рекомендации, да, или быть профессиональным агентом, да, то есть на потоке поставлять потенциальных клиентов. Может быть просто рекомендодателем, просто если какой-то человек от вас получит информацию, завтра он расскажет просто так об этом Васе, и Васе вам позвонит и скажет, слушай, мне тут Петя рассказал, что ты бизнесом занимаешься, мне тоже интересно, расскажи, пожалуйста. То есть, когда мы понимаем такое определение списка, как это база вот всех этих людей, то мы четко понимаем первое правило составления списка. В списке должны быть все люди, которых я знаю. То есть, если любой человек может быть купить у меня тот или иной продукт, либо если он не купит, то как минимум дать мне рекомендации, то в этом списке должны быть абсолютно все люди, которых я знаю. И числовое правило этого списка – это не менее 300 человек, то есть надо сразу же себе поставить планку не менее 300 человек. Успешные люди в нашем бизнесе, например, Дмитрий Романов, у него список более полутора тысяч человек, и он его постоянно пополняет. Начинать, когда вы только делаете первый шаг в нашем бизнесе, напишите список 300 человек. Список 300 человек. И этого уже достаточно для старта. Следующий слайд предвосвещаю ваш вопрос. Серьезно, прямо всех надо записать. Почему прямо всех надо записать? Я уже расшифровал, потому что абсолютно любой человек может быть как клиентом, так и нашим партнером. Но если даже вы его не рассматриваете ни как клиента, ни как партнера, то как минимум он может дать вам рекомендации качественные. Половина моих сделок – это рекомендации, которые мне дали те люди, которых не заинтересовал наш бизнес. Поэтому в этом списке должны быть абсолютно все люди, кого вы знаете. Абсолютно. То есть мы не делаем никаких исключений. То есть это и друзья, и соседи, и родственники, и просто знакомые, и одноклассники, и одногруппники за всю жизнь. И клиенты, и клиенты на предыдущих работах, подрядчики, которые вам что-то делали, выполняли какие-то услуги, люди, с которыми вы ходили вместе в фитнес, или ходили на какие-то тренировки, или вы какие-то бизнес-курсы вместе посещали. То есть абсолютно любой человек должен быть в вашем списке. По поводу посещения бизнес-курсов я вам в конце расскажу историю, как у меня появилось два партнера, один из которых стал ключевым и принес мне много денег из бизнес-курсов. Тоже на эту тему расскажу. То есть абсолютно все люди, которых вы знаете, мы не делаем никаких исключений из этого правила. Это вот то, как правильно надо делать упражнения. Напиши всех, кого ты знаешь. Откуда взять контакты людей? Очень просто. Начинаем с телефонной книжки, открываем телефонную книжку и переписываем тех людей, которые есть в этой телефонной книжке. Скорее всего, когда вы будете писать список, первые человек 50-100, они к вам придут просто из головы. Вы просто начнете писать самых горячих, самых теплых ваших контактов, друзей, близких людей. Скорее всего, вы будете писать тех, кто больше связан с предпринимательством. Но это не важно. Напишите 50-70-100 человек из головы, дальше у вас станет вопрос, а где еще? Открываете записную книжку в телефоне и начинаете прямо переписывать. И параллельно, это очень полезное упражнение, вы будете вспоминать тех людей по номеру телефона. Или очень классный такой лайфхак, если ты забыл какого-то человека, набери его номер телефона в WhatsApp и посмотри фотографию. И наверняка ты вспомнишь человека по фотографии, или может быть у тебя с ним какая-то переписка осталась. То есть мы начинаем в список писать всех из телефонной книжки, либо из переписок в мессенджерах. У меня часто бывает такое, что номера телефона человека нет, я его не записал, но он у меня есть в переписках в мессенджерах. Третье. Соцсети. Соцсети – шикарный источник. Как пополнять базу контактов? Тоже смотрите и выписывайте тех, кого вы лично знаете. То есть еще раз, друзья. Мы выписываем всех, кого вы лично знаете. Тех, с кем у вас есть теплый контакт. Теплый контакт. Ну и плюс тоже вот такой, как и лайфхак. У многих сохраняются стопки визиток. Вот визитки раньше такие печатные были в ходу, скажем так. Вот у меня куча визиток, и я их себе тоже переписал в список для того, чтобы он у меня оказался в списке. Если же по каким-то причинам я вспомнил человека, но у меня нет его контактного номера телефона, я все равно его пишу в список. Все равно. То есть наша задача – написать абсолютно всех людей. Это вот как упражнение. То есть когда тебе тренер говорит, надо сделать вот это упражнение вот так 50 раз. Ты же его не спрашиваешь, а давай я 45 сделаю. Или там, а давай я только 40 сделаю. Ты с ним не вступаешь в перепалку. Надо 50, значит 50. Почему 50? Потому что тренер по тебе видит, сколько тебе нужно сделать упражнений, сколько твой, ну скажем так, максимум, да? И ты просто начинаешь подтягиваться к этой планке. Вот. Это то, где взять контакты, откуда их взять. Пишем в список всех, кого мы знаем. Даже если мы не знаем номер телефона, потом этот номер телефона можно будет выяснить. Но сначала нам надо сделать так, чтобы мы никого не забыли. Никого не забыли. Самое обидное, когда ты забыл человека написать, а потом ты встречаешь его на мероприятии, и его пригласил какой-то другой партнер. Это самое обидное, что может быть. Ты понимаешь, что ты упустил сделку. Окей. Двигаемся дальше. Шаг номер два. Да, то есть первый шаг еще раз. Это написать список. И там должно быть не менее 300 человек. Это все, кого ты знаешь. Если ты напишешь 500 человек, 700, 1000, 1500, 2000, ты красавчик, ты уже миллионер. Это реально так. Это закон бизнеса, математика. На примере своего списка я вам покажу, как эта математика работает. Принцип номер два. Оформление списка. Оформление списка. Как быть с оформлением списка. Здесь ровно так же, как и с упражнением в спортзале. Как ты делаешь список, такой результат. То есть, по сути, смотрите, что такое список. Список – это не просто список наших контактов, которые ты на листочке бумаги записал. Это, по сути, наша с вами CRM-система, где хранится информация про каждое наше действие с этим потенциальным клиентом или партнером. Потому что миллиард примеров, когда клиенты закрываются через три года, через четыре года, для того, чтобы они закрылись. Например, вы провели первичную встречу и даете информацию потом, какую-то добивающую информацию, например, на протяжении года. Или приглашаете этого клиента на мероприятие. Для того, чтобы не забыть пригласить человека на мероприятие, у вас должна быть какая-то CRM-ка, где вы напишите, вот позвонить такому-то человеку тогда-то. Наш список – это и есть наша CRM-система. Так же, как и мы нашим клиентам говорим о том, что, друзья, UDS – это, по сути, ваша клиентская CRM-система, куда поступает автоматизированная информация обо всех клиентах. Ее нужно иметь. Так же и мы здесь не должны забывать, что мы, как партнеры, тоже свою CRM-систему должны иметь. Просто эта CRM-система, она может быть как в компьютере, так и может быть на блокноте. Это абсолютно аналогичные CRM-системы. Теперь давайте по оформлению списка. Вот этот пример – это плохой пример оформления списка. Таким ваш список быть не должен. То есть с этим списком работать невозможно. Невозможно с такой CRM-системой работать. То есть лучше один раз сделать список, но правильно, качественно, как надо. Привожу фотографию, пример собственного списка, как я его веду. У меня для этого есть отдельный блокнот. Вот такой вот блокнот. Твой список равно твой чек называется. Если вы хотите готовый вот такой блокнот приобрести, вы можете обратиться в наш московский офис. У нас их там хватает. По-моему, где-то 150 блокнотов осталось. И там вы можете приобрести вот такой вот разлинованный, уже готовый к заполнению блокнот. Если вы не хотите это делать, вы можете взять любой абсолютно блокнот, разлиновать его так, как показано в этом примере, и заполнять его. Соответственно, как я заполняю список? Первый – номер человека, чтобы понимать, сколько у меня всего людей. ФИО человека. И под ФИО я обычно пишу, чем он занимается. То есть если у него бизнес, или у него нет бизнеса, он работает по найму. То есть это информация, которую я про этого человека знаю. Дальше я пишу контакты. Контакты я пишу на случай, потому что с телефонами всякое может случиться. Телефон может глюкнуть, телефон может исчезнуть. Бывает информация, такое тоже может быть. И плюс я, когда звоню по списку, мне удобнее ориентироваться на этот носитель. Я просто туда написал контакты, и мне так удобнее. Третья колонка – город. Для чего нам нужна колонка город? Для того, чтобы, когда мы приглашаем людей на мероприятие, мы могли посмотреть, какие у нас есть люди конкретно на этом городе. То есть, например, я посмотрел официальный канал компании, я вижу, что в Сургуте будет бизнес-форум. Я пролистываю свой список и смотрю, есть ли у меня люди в Сургуте. Если я вижу людей в Сургуте, то я звоню этому человеку и приглашаю его на бизнес-форум. В голове такую информацию держать невозможно, вы сами понимаете, потому что невозможно просто это держать. Именно поэтому список здесь помогает систематизировать вот эту работу. Четвертая колонка – это комментарии. Сюда я записываю статус по сделке. И пятая – это либо дата встречи, либо итог. Итог, чем все дело закончилось. Например, отказ, или сделка, или рекомендация, и так далее. И вот в таком виде я веду свой список. Для тех, кто, кому нравится больше вести электронный список, никаких проблем. Друзья, еще раз, никакой разницы, как вы ведете список. Вы можете ввести в электронном виде, например, в Excel. Пример, пожалуйста, тоже вам. Да, как можно вести список в Excel. По сути, колонки такие же. Да, и можно вести список в Excel. Можно вести на бумаге. Кому как откликается больше. Лично мне больше нравится на бумаге. Но я знаю много людей, у которых список находится в Excel, и это нормально. Это рабочий инструмент. Пожалуйста. Не важно, как электронный или на бумаге. Важно, что он есть, и вы по нему работаете. Окей, друзья. По оформлению списка. Если у вас все отложилось, напишите, пожалуйста, шестерочки в чат, если вы поняли, как правильно вести список именно с точки зрения оформления. Ага, отлично. Супер. Супер. Так, у нас почти 200 человек на обучении присутствуют. Спасибо вам за обратную связь. Окей. Идем дальше. Третье правило работы со списком. Это пополнять список каждый день. Еще раз повторюсь, более половины моих сделок это сделки по рекомендациям. И когда, например, я провел встречу, да, и мне человек говорит, слушай, ну мне не очень интересно. Я говорю, давай мы с тобой подумаем, а как тебе можно в принципе все равно заработать, например, через рекомендации. Продукт же понравился? Понравился. Давай через рекомендации ты мне сможешь кого-то передать, я тебе комиссию заплачу. Да. И таким образом все рекомендации я вношу в этот самый список. То есть это пополняемый инструмент. Познакомился я с каким-то человеком, я вношу его в этот список потенциальных клиентов, партнеров, агентов или рекомендодателей. Собрал я визитки, вношу их в список. Значит, написал мне какой-то человек в Инстаграме, вношу в список. То есть и вот таким образом список, он пополняется каждый день. Это классный навык, который тоже надо получить, пополнять свой список каждый день. И это дает бесконечность списка. Бесконечность списка. Потому что если вы пополняете список, если вы не забываете это делать, то ваш список, он растет день от дня, и вы никогда не испытываете проблему, кому позвонить. Потому что у вас всегда есть кому позвонить, с кем назначить встречу и так далее. Окей. Итак, да, ну вот такая простая картинка. Бесконечность. То есть бесконечность списка. Бесконечность списка дает постоянное пополнение контактами этого списка. Я знаю многих ребят, которые профессионально, скажем так, пополняют список, то есть постоянно присутствуют на каких-то мероприятиях для бизнеса в основном, знакомятся с людьми, да, и потом потенциальных клиентов и партнеров приглашают дальше на встречу уже для того, чтобы предложить наш продукт. Рабочая схема отлично действует, да, тоже расскажу на примере, как это работает у меня. Окей, друзья, значит, смотрите, какие у нас, да, и напишите, пожалуйста, вот сейчас было три таких блока по поводу оформления списка, напишите, пожалуйста, ваши инсайты, один ваш инсайт от второй части по поводу как составлять список. Напишите один ваш инсайт. И мы перейдем к ошибкам при составлении списка. Так, список CRM-система, просто делай, все визитки в список, работать и пополнять список каждый день, отлично, город обязательно в списке, супер инсайт, каждый человек из списка приносит пользу моему бизнесу, шикарный инсайт, спасибо, пополнять каждый день список должен быть бесконечным, что надо город указывать, окей, ежедневно наработать привычку пополнять список, пополнение списка при встречах, номер телефона тоже в список писать, агенты плюс рекомендодатели, супер, список нужен всегда, список вносим обязательно всех, кого знаем, отлично, не забыть тех, кто может пройти через три года, в списке каждое действие записываем, супер, окей, написали в ВК, внеси список, отличный инсайт, окей, теперь давайте разберем ошибки при составлении списка, то есть какие можно выделить ошибки основные из списка, самая главная ошибка это знать, что есть список, но не делать списка, есть у нас и такие кадры, индивидуумы, и здесь жалко, мне просто жалко время этого человека и время его кураторов, потраченных на то, чтобы объяснять и доказывать очевидные вещи такому человеку, поэтому, друзья, есть идея не повторять ошибок, прислушаться к мнению людей, которые уже добились в этом бизнесе результатов и просто сделать так, как надо. Следующая ошибка, следующая ошибка это, как вы понимаете из этого слайда, это забыть кого-то написать в этот список, да, то есть или отнестись к этому халатно, или не выделить время, то есть писать список, вот как я обычно, как я писал список, я просто выделил время, два часа, и просто отключился от всего, да, убрал телефон подальше, я имею в виду, чтобы звонков не было, и писал, 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 да, то есть для этого надо выделить отдельное время, и тогда вы точно никого не забудете, и пройдитесь по всем сферам своей жизни, да, вот как я написал, друзья, родственники, знакомые, там, спортклуб, еще что-то, посмотрите все ресурсы, там, телефонная книжка, соцсети, еще что-то, да, и не забудьте никого, не забудьте никого, потому что забыть кого-то это ошибка, это ошибка, которую можно допустить и остаться без сделки. Следующая ошибка это режим бога, включить режим бога она называется, то есть фишка здесь в чем, вот это частая ошибка, частая ошибка многих партнеров, это ты вспомнил человека, и вместо того, чтобы написать его список, что ты делаешь, ты думаешь, да ему не надо, у него денег нет, или у него в бизнесе все хорошо, или, да он вообще занимается, там, не знаю, у него завод по производству строительных материалов, он по госконтрактам работает, зачем ему ЮДС, да, то есть это называется включать режим бога, вместо того, чтобы использовать этот ресурс и предложить ему наш бизнес или наш продукт, или как минимум получить рекомендации, как минимум получить каких-то других людей для расширения списка, человек включает режим бога и не записывает его список, вот это ключевая ошибка партнеров, так делать категорически нельзя, список это ваш инструмент для получения новых сделок разными способами, не обязательно продать что-то для того, чтобы из этого контакта получить новую сделку, может быть, этот контакт даст рекомендации, поэтому не включаем режим бога, а пишем список всех, 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 без режима бога. Окей, и последний, последняя ошибка, это ввести список неряшливо, да, то есть неряшливо список ввести, отнестись к этому формально, да, не доделать этот список или не писать туда статусы по сделке своей с клиентом, да, или там не доделать, ну, неряшливо, короче, делать это, это тоже влияет на то, позвоните вы в следующий раз этому человеку или не позвоните, да, а очень часто бывает так, что вы не позвонили, а человек был готов купить, но просто ему не набрали, да, вот поэтому ввести надо, или есть такая тоже типичная ошибка, переписывать список много раз, переписывать список много раз, это называется ИБД, имитация бурной деятельности, я вроде занимаюсь, нет, 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 я понимаю, что мне нужно список сделать идеальным, поэтому я в 25 раз сажусь его переписывать, не надо так сделать, сделайте один раз, вот по тому алгоритму, по которому я сказал, или в Excel, или в блокноте, и работать начните, да, и дальше надо просто делать звонки, встречи, ну, и так далее. Окей, вот это 4 основных ошибки, да, и теперь я хочу перейти к примерам из практики, и дальше отвечу на ваши вопросы, поэтому если у вас вопросы будут, пожалуйста, напишите их в самом конце, в самом конце, когда, возможно, я на ваши вопросы уже все отвечу, да, поэтому напишите в самом конце о, ну, ваши вопросы о данной теме. Итак, расскажу самый главный кейс, это мой собственный пример. Сначала у меня был список где-то 350 человек, потом, когда я уже получил какие-то сделки, я расширил этот список до 550 человек, потом он у меня пополнялся постоянно и в списке 800 человек. Так вот, за 4 года работы у меня на текущий момент продано 44 лицензии и 36 франшиз. Из этих 36 франшиз 10 ключевых моих партнеров сформировали команду 1400 человек. То есть, какой главный инсайт от этой всей истории? Посмотрите на статистику. То есть, ориентировочно каждый десятый человек сказал мне да. Каждый десятый человек. Поэтому если ты пишешь список, которым 30 человек, то как ты можешь рассчитывать на 80 сделок? Если ты пишешь список 30 человек, то у тебя будет 3 сделки максимум. И то не факт, потому что эти 3 человека, они могли быть среди тех, кого ты не написал в этот список. Вот. Поэтому у меня ровно такая же конверсия, как у любого нормального здорового человека. Это где-то 1 в 10. Просто иногда, там, например, ты сделал 100 встреч и нет сделок, и следующее 10 у тебя все сделки. А иногда 10 в начале, а потом 90 отказов в конце. Вот. Поэтому, чем больше, то есть, простая математика, которая дает результат. Напиши список больше, и у тебя будет больше сделок. Все очень просто. А еще какой вывод можно из этой статистики сделать? Что в среднем я заключал одну сделку по клиенту в месяц и одну сделку по партнеру в месяц. И уже это позволило мне заработать очень хорошие деньги и получить огромную команду. Вот такой вывод из вот этого практического опыта. То есть, здесь не надо быть супергероем для того, чтобы зарабатывать большие деньги. Не нужно. Надо просто сделать правильно систему, в которой варишься ты и варятся твои партнеры. Окей. Расскажу тоже на своем примере, как у меня получились первые сделки. То есть, смотрите, еще раз обращаю внимание. Я не настраивал таргет, куда-то, куда-то. Я не вкладывал деньги в рекламу. Все мои сделки – это либо мои теплые контакты из списка, либо рекомендации этих теплых контактов. Либо, либо. Больше никак. Плюс к этому, когда я начал заниматься UDS, часть людей сами обратились через соцсети. Но, опять же, это те, кого я лично знал. Или те, которые знали меня. На примере, мой первый клиент – это был мой друг, у которого кафе. И мы ему достаточно быстро распаковали лицензию на его кафе. Второй мой клиент – это был мой бывший сотрудник. Тогда я еще работал в найме. Я к нему прилетел в другой город. Он у меня увольнялся с руководящей позиции, открывал магазин одежды. И я ему рассказал про историю UDS. Он стал моим клиентом. Потом этот же мой коллега стал партнером на VIP-пакете. Потом другой мой коллега, которым мы раньше работали, из другого города, тоже стал партнером. И я забрал бонус быстрого старта. Мой клиент, например, рестораны, которые, к сожалению, сейчас уже часть из них не работает. Да, это Monty's Friends. Это рекомендация моей знакомой из списка, которая работала в другом ресторане. Я приехал к ней, рассказал про идею UDS. Говорю, давай вот в твой ресторан поставим, в котором ты работаешь. Она говорит, у нас собственница не очень адекватная. Давай я тебе порекомендую других собственников бизнеса с более прогрессивными взглядами. И она мне дала ресторан Monty's Friends, и она мне дала ресторан Arbat 13. Оба клиента заключили со мной сделки. То есть этот бизнес, этот бизнес максимальный выхлоп с минимального количества действий, если ты действуешь по максимально правильной технологии. Эта технология работает по теплым контактам и рекомендациям. Список – это первый шаг к созданию такой технологии. И потом ты эту технологию просто передаешь другим людям. Дальше очень такой интересный кейс. Лена Лисина, я говорил о том, что хочу поделиться с вами несколькими фишечками. То есть когда я еще, не будучи партнером, ходил на различные бизнес-курсы и выбирал себе направление бизнеса, я пошел в школу бизнеса «Синергия». И там были курсы в стартап, по-моему, так и называлось. И там была группа порядка 25 человек. И я со всеми в этой группе познакомился. Тогда я не занимался UDS. Но у меня как, может быть, деловая хватка сработала. Со всеми познакомились, со всеми обменялись визитками. И два человека из этой группы, 25 человек, стали партнерами. То есть когда я стал партнером UDS, я прозвонил каждого из этих людей, хотя я многих людей даже в глаза уже не помнил, потому что прошло почти год с момента, когда эти курсы прошли. Я просто звонил, говорил, Саня, здорово, это Саша, мы с тобой были на курсе бизнеса «Синергия». Что у тебя, как дела, чем ты сейчас занимаешься? Есть деловое предложение, давай встретимся. То есть из 25 человек две сделки партнерских у меня состоялись. Одна из них – это Елена Лисина, это предприниматель из Москвы, которая раньше занималась рекламой на пеленальных столах, очень специфический бизнес. И, значит, Лена Лисина – это тот партнер, который является одним из моих ключевых партнеров, дважды стала директором на разных пакетах. То есть, представляете, дважды директора на разных пакетах. Она у меня появилась благодаря тому, что я написал в свой список 25 человек с бизнес-курсов «Синергия». Вот так это работает. Хотя мог забыть, пропустить это, не вспомнить об этом, и тогда бы Лена Лисины в моей команде не было бы. Ну и, наверное, а, вот еще тоже классный кейс. Винил-центр Москва – это компания по обклейке авто с защитной пленкой. Как я узнал об этом клиенте? Когда я купил себе новую Q7, я искал, где мне сделать защитную пленку. А, точнее, там не было не так, потом я поклеил. Все, вспомнил. Значит, у меня была А7, белая А7, может быть, вы ее еще и помните. У меня была белая А7, и мне нужно было наклейку UDS сделать на борт, для того, чтобы получать автобонус. Я приехал в Винил-центр, познакомился с собственником бизнеса, и во время разговора, когда они мне клеили эту пленку, я спросил, а у вас есть ли программа лояльности? Они сказали, нет, а что это такое? У нас завязался разговор, и в результате это один из моих клиентов. Потом я у этого клиента уже клеил по кругу защитной пленкой новую Audi Q7. Вот, поэтому, то есть, те предприниматели, услугами которых вы пользуетесь в обычной жизни, они тоже расширяют ваш список. Это тоже потенциальные ваши клиенты или партнеры, потому что у вас с ними, за счет того, что вы покупаете у них какую-то услугу, тоже завязывается контакт. Обязательно таких предпринимателей надо писать в ваш список для дальнейшей продажи. Ну и, наверное, самый знаменательный кейс, кейс, который вы все знаете, это Дмитрий Романов. Дима – это также мой ключевой партнер. Дима недавно пробил планку 250 тысяч долларов накопительного дохода. Первый год 100 тысяч долларов планку пробил, он взял бесконечное количество ББС. Сейчас Дима – это член департамента масштабирования бизнеса. У него и с лицензиями все хорошо, и с партнерской сети все хорошо, и консалтинговая компания по внедрению есть. То есть все великолепно. А Дима – это моя вторая линия. Вторая линия. А первая линия, которая на текущий момент не так активен, как Дима, он больше на пассиве сейчас от Диминных сделок идет. Так вот, тот человек, который является прямым куратором Дмитрия, этот человек в моем списке первоначально не был. Это была моя большая ошибка. Но первоначально этот человек в моем списке не был. Почему? Потому что когда-то я на старте включил режим Бога и сказал про этого человека. Слушай, это человек крупный, управляющий, скажем так, управляющий другими бизнесами. Он на большом счете, он был у меня руководителем в лизинговой компании в том числе. Зачем ему эта история? Бизнеса своего нет, а в найме у него все хорошо, большой доход. Соответственно, после какого-то подобного обучения, я все-таки написал этого человека в свой список, на следующий день позвонил ему, назначил встречу. И в результате встречи выяснилось. То есть представьте, теперь представьте, вот картина маслом, картина маслом. Я рассказываю вот Александру, да, про проект UDS, про проект UDS. И он говорит мне в тот момент, когда я ему об этом рассказываю. Слушай, окажется, две недели назад кто-то приходил в мой салон красоты в Волгограде, а это все в Москве происходило, и рассказывал про эту систему. Мой управляющий там не дослушал, что-то человека не понравилось, ему он что-то отправил. Я говорю, подожди, Саш, какой салон красоты в Волгограде? О чем ты говоришь? Он говорит, ну да, вот у меня есть салон красоты в Волгограде, еще есть у меня химчистки свои. Я говорю, подожди, я тебя знаю только как наемного сотрудника на разных руководящих должностях. Он говорит, ну ты не спрашивал, я тебе не говорил. То есть понимаете, как это работает? То есть ты же можешь многого о человеке просто элементарно не знать, не знать, да, и это может выясниться только в результате твоего предложения. То есть если бы я продолжал играть в Бога и написал бы Александра в свой список, то, скорее всего, у меня не появился бы Дмитрий Романов. Александр сначала купил лицензию в UDS. Эта лицензия благополучно работает в салоне красоты в Волгограде, имеет отличные результаты. Через какое-то время он купил партнерский пакет и стал партнером, который привел в бизнес Дмитрия Романова. А Дмитрий Романов, команда 450 человек, сделал шикарный результат, является моим ключевым партнером. То есть вот цепочка действий, которая привела к таким обширным результатам. То есть это треть команды, по сути. Этой третьей команды не было бы, если бы я на старте сделал бы неправильное действие, допустил бы ошибку, начал играть в Бога. Не надо играть в Бога, надо сделать по системе список, и все получится. А еще, когда у тебя список 500 человек, 700 человек, 800 человек, то тебе все равно, откажут тебе те люди или нет. На собственном опыте, те люди, на которых я рассчитывал на старте, большое количество людей, на которых я рассчитывал, я думаю, ему точно надо, вот по-любому точно надо. Они отказались по тем или иным причинам. А те люди, на которых я не рассчитывал, но которые были в моем списке, стали моими партнерами, и вот таким образом у нас построился бизнес. Если ты играешь в Бога, если ты не слушаешь рекомендации куратора, пишешь список 30 человек или 50 человек, то у тебя колоссальная зависимость от результата встреч этих 50 человек. А что такое 50 встреч? Это просто разогнаться. Это ни о чем. И поэтому очень важно сделать большой список, который позволит тебе сделать дальше большое количество звонков, большое количество встреч и, как следствие, большой результат. Вот на этом мои примеры закончились. Рассчитываю, что вы информацию для себя получили, поэтому давайте сейчас по вопросам пройдемся. Давайте я буду прямо снизу читать то, что вы пишете. А если человек пришел с найма, не стоп-позиций, нет много связей, проработав список контактов, соцсети, ассоциации с другими людьми, получил список 140 человек. Гарантирую, что вы не проработали, что вы не сделали нормальный список. Минимум 300 человек будет. Я убежден, что у вас в телефонной книжке больше, чем 140 человек. Не надо рассказывать сказки. Это режим Бога включается, где вы решаете, кого писать список, кого не писать список. Поэтому, Виталий, если вы правильно сделаете по технологии список, то вы 100% получите минимум 500 человек, я вас уверяю. Пожалуйста, сделайте вот ровно по той технологии, по которой я сказал, у вас будет список 500. Анастасия спрашивает, у тебя в списке все люди с номерами телефонов? Нет, не все. Если у человека нет номера телефона, то потом вы можете номер телефона найти через соцсети, или через знакомых добыть номера телефона. Без проблем. Частота повторных звонков и как это отмечать в списке. Есть колонка комментариев, куда вы отмечаете следующий статус, можете там дату следующего звонка поставить. И ваша задача дать человеку информацию и с ним о чем-то договориться. То есть результатом могут быть либо сделка, либо рекомендации. И дальше, если нет сделки, то вы можете просто человека приглашать на мероприятие. То есть я в среднем звоню на приглашение на различные мероприятия. То есть мероприятие для меня как повод позвонить человеку, узнать, как у него дела, есть ли у него какие-то изменения, и рассказать о том, что мы растем, мы развиваемся, у нас новое приложение на Huawei вышло, 500 тысяч скачиваний за две недели набрало, мы пробили планку 14 миллионов, а еще у нас бизнес-мероприятие в Яхонтах, пожалуйста, так ты смотришь на то, чтобы кайфануть и отдохнуть. За сколько времени ты написал свой список? Один день. 300 человек – это один день, дальше ты его расширяешь постоянно. Если человек не хочет заниматься партнерской партнеркой, только продажей лицензии, им тоже необходимо писать список? Анастасия, классный вопрос, спасибо тебе огромное. Еще раз повторюсь, какая разница, чем человек хочет заниматься, чем не хочет заниматься? Мы рассматриваем список как потенциальную базу, в том числе рекомендодателей. То есть любой непредприниматель может дать качественные рекомендации, если ему рассказать про этот продукт. У любого непредпринимателя есть как минимум 20 человек предпринимателей. Поэтому гораздо выгоднее, чем давать рекламу, чем еще что-то делать, просто прозвонить непредпринимателю, и даже если ты не хочешь заниматься партнерской программой, рассказать им про наш продукт и спросить рекомендации. Можно же так сделать? Можно. Для этого просто нужен список, опять же, то есть мы возвращаемся в начало. Возраст. Есть значение? Не понял вопрос. По моему мнению, возраст никакого значения не имеет. Так, давайте еще. Ага, ну все, пока вопросов нет. Пока вопросов нет. Да, если у вас еще есть вопросы, давайте задавайте. Были сделки без проведения трешек. Анастасия, у нас не касается данная тема трешек. Я думаю, что лучше сейчас сфокусироваться на вот этой теме. По некоторым людям из списка по 9 действий записано. Да, все правильно, абсолютно верно, Владимир, все так и должно быть. Например, у нас с супругой последние две сделки были по партнерские сделки на вид пакеты, были по людям, которые первый раз получили от нас информацию 3 года назад. Они наблюдали за нами в соцсетях, и когда возникли жизненные обстоятельства, смена работы, бизнеса, смена сферы деятельности, эти люди, так как мы, они видели нас как предпринимателей, причем успешных предпринимателей. Да, я уже не помню, как обратились, мы просто постоянно были в контакте и вернулись к обсуждению партнерской программы. ТРЛ спрашивает, как выбирать в списке, кому звонить. То есть опять, смотрите, список звонок будет в следующий понедельник, буквально вот там будет вся деталь про то, как звонить, да, а я бы не выбирал, кому звонить. Задача, чтобы все люди, которые есть в твоем списке, получили от тебя информацию по продукту и по бизнесу. Очень просто. Кандидат сказал нет, когда с ним делаешь повторное касание. Давайте этот вопрос тоже на следующие темы мы перенесем. Вопрос про рекомендации. Расскажите более подробно, к какому примеру на скрипту общаешься. То же самое, это следующая тема. У нас сейчас тема список, вопросы про список. Ага, то же самое, рекомендация, тема следующих вебинаров. Сейчас наша задача – отточить навык списка и сделать идеальный список. Сейчас многие онлайн-тренеры рекомендуют в MLM уходить от списка и строить трафик в Инстаграм за счет различных инструментов, сторис, вебинар, посты и твое мнение, Саша, соцсетями, как строить работу на основе списка, или это отдельная тема. Иван, спасибо, что вы задали этот вопрос. Это реально важный вопрос. Я ничего плохого не имею про то, чтобы составлять воронки в Инстаграмах, да, но давайте проанализируем ваших знакомых, ваших знакомых. Какое количество из ста человек ваших знакомых качественно ведет Инстаграм и может настроить воронку по Инстаграму? Какое количество? Я думаю, что два человека из ста. Так вот, как бы мы говорим про систему, чтобы все любые сто человек могли быстро и просто через неделю после регистрации в партнерской программе получить сделки. Без прохождения каких-то профессиональных обучений по построению воронки. Не у всех есть денег на то, чтобы создать воронку. Не у всех есть деньги, чтобы в рекламу вкладываться постоянно и так далее. Не у всех, то есть не у всех есть возможность отслеживать все эти инструменты, да, потому что кто-то совмещает с наймом и так далее, и так далее. Поэтому мы говорим про систему, которую просто и легко сделать. Если ты напишешь список и будешь по нему работать, я уверен, что ты придешь как минимум к тому результату, который пришел я. Параллельно какая-то часть людей, у которых есть более профессиональные навыки, они сами создадут такую воронку без советов куратора. То есть куратор должен научить базовым вещам. Меня кураторы научили базовым вещам. Это я уже сам потом дошел, что надо внедрение делать и так далее, и так далее. Меня, ну то есть базовым вещам куратор должен учить, да, и быстро приводить нового партнера к результату. Базовую вещь научил, привел к партнеру к результату, дальше сильный человек, он сам до каких-то еще инструментов дорастет. Так, сколько в день пополняешь новых контактов в списке? Не считал, не считал. Это обычно там мероприятие какое-то прошло, я с людьми познакомился, там 10 контактов написал, например. Не считал. Да, вот Женя пишет, очень хорошая фраза. Сначала собрать низковисящие фрукты. Зачем лезть на дерево, когда вот, можно расстояние вытянутой руки сделки получить. Так. Виктор, повторите, какую именно информацию желательностись. Виктор, пересмотрите, пожалуйста, этот вебинар записи, он будет размещен, и там вы увидите. Порекомендуйте электронную систему для списка, кроме Excel. К сожалению, не знаю, я сам не пользуюсь, поэтому не знаю. Говорят, еще Trello есть такая система, достаточно удобная. Может быть, там вам будет удобно ввести. Мне кажется, Excel вполне подходит. Опять же, да, мы думаем над тем, смотрите, смотрите, мы думаем над нашими будущими партнерами. А он сможет меня повторить? Например, в список написать в блокноте, ну, наверное, любой человек сможет меня повторить. В Excel, там, ну, 90% людей. В Trello или в еще какой-то серием системе, скорее всего, далеко не каждый. Нужно ли как-то ранжировать людей в списке по отраслям или клиент-партнер? Как я это делаю? Вот где в Heo написано, вы пишете, чем человек занимается, чтобы сразу же было там Володя, там, занимает этим-то бизнесом или так далее. Вот это, мне кажется, уже ранжирование есть. Потому что нашим партнером может быть и предприниматель в том числе. Вот Женя пишет, более продвинутый список вам о CRM или Bittrex. Да, наверное, это можно делать. На Google диске табличка, да, тоже отличные советы. Окей, друзья, все, на этом мы с вами вебинар заканчиваем. Напоминаю мой Инстаграм. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Это было первое обучение в цепочке наших обучений, да, и следующее обучение в понедельник, получается, 12 июля, 12 июля в 9.00 по теме «Звонок» даст очень крутой партнер, который входит в топ-10 чеков, это Тарас Годованюк. Он даст тему «Как правильно звонить». Я считаю, что Тарас – эксперт в части назначения встреч, эксперт с большой буквы. Этот человек, у которого, по-моему, 100% конверсия в назначении встреч, и его результат также говорит за себя, да. Поэтому обязательно в следующий понедельник сразу же помечаем себе галочкой «9 утра» на обучение Тараса Годованюка по звонку, по тому, как делать звонок. А в этот четверг у нас еще с вами запланирована, как вы помните, история успеха, да, в четверг 9.00, история успеха от партнера, который за прошлую неделю сделал максимальный результат. Вот. Поэтому будем с вами на связи. Присутствуйте на обучениях. Это тоже часть системы. И желаю вам шикарных результатов в вашем бизнесе. Всем пока. Запись будет в наших партнерских чатах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok